Плотник использует токарный станок, чтобы сделать последнюю ножку самодельного стола. Токарный станок – это столярный инструмент, который вращается и позволяет делать вещи цилиндрической формы, ну, например, ножку стола или что-то вроде этого. Для того чтобы ножка подходила, она должна быть шириной 150 мм, но допускается погрешность в 2,5 мм. В идеале она должна быть шириной точно 150 мм, но в процессе вращения мы не можем сказать, что получим точный размер, поэтому мы допускаем, что он будет на 2,5 мм больше или меньше 150 мм. Нам необходимо написать модуль неравенства, который моделирует это соотношение, а затем вычислить, какой ширины может быть ножка стола. Итак, давайте над этим подумаем. Пусть v будет шириной ножки стола. Если мы возьмем разницу между v и 150, что это? Это, главным образом, то, какую мы допустили ошибку. Если v будет больше 150, например, 151, то разница будет 1 мм. Это значит, что мы превысили на 1 мм. Если v меньше 150, то это будет отрицательное число. Например, если v 149, то 149-150 – получится отрицательное число. Но нас интересует только модуль погрешности и не волнует, отойдем ли мы от нормы на 2,5 мм выше или ниже. Итак, в действительности нас волнует модуль погрешности между v и 150. Это показывает нам, насколько мы ошиблись. И все, о чем мы заботимся, это то, что ошибка должна быть меньше 2,5 мм. Я могу предположить, что погрешность в 2,5 мм означает, что расхождение может быть меньше или равно 2,5 мм, потому что погрешность может быть точно и 2,5 мм. Итак, это первая часть. Мы записали модуль неравенства, который модулирует эти отношения, и я действительно хочу, чтобы вы поняли. Все, что я говорю… посмотрите, вот это значение здесь – это разница между настоящей шириной ножки и 150 мм. Нас не заботит положительная или отрицательно получившаяся разница, нас интересует лишь абсолютное расстояние от 150, т.е. модуль этой разницы. Итак, мы берем модуль. А это значит, что разница между v и 150 должна быть меньше 2,5. Итак, мы видели уже ранее эти примеры, как они решаются. Это означает, что это выражение одновременно должно быть меньше или равно 2,5 и больше или равно минус 2,5. Позвольте, я сейчас это запишу. Итак, это означает, что v-150 должно быть меньше или равно 2,5, и v-150 должно быть больше или равно минус 2,5. Это значит, что расстояние от 0 не должно превышать 2,5 в направлении положительных значений и должно быть меньше минус 2,5 в области отрицательных чисел. Мы это видели на последних нескольких видео. Итак, давайте решим каждое из этих уравнений. Если мы прибавим 150 к обеим частям этого уравнения… Кстати, мы можем делать это одновременно, поэтому давайте прибавим 150 и сюда. Что у нас получится? В левой части этого уравнения останется v, 150 у нас сокращается, меньше или равно 152,5. Но у нас все же еще есть i, поэтому с этой стороны у нас v, вычеркиваем 150, больше или равно минус 2,5 плюс 150 – это 147,5. Итак, ширина нашей ножки должна быть больше 147,5 мм и меньше 152,5 мм. Мы можем записать это следующим образом. Ширина должна быть меньше или равна 152,5 мм или должна быть больше или равна 147,5 мм. И этот интервал имеет смысл, потому что у нас может быть расхождение на 2,5 мм от 150. Расстояние между v и 150 может быть не больше 2,5. Это значение на 2,5 меньше, чем 150, а это значение на 2,5 больше. До встречи! До встречи!